Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Попов Михаил Васильевич. Я профессор по кафедре экономики и права, президент фонда рабочей академии, фонда содействия обучения рабочих. Из средств массовой информации я узнал о событиях в Луганской Народной Республике, событиях чрезвычайных. Там работники шахты «Никонор» новые, остались в забое, не поднялись на поверхность, в связи с тем, что им много-много уже месяцев и огромные суммы не выплачивают заработные платы. События это чрезвычайные по двум причинам. Первая причина в том, что люди уже рискуют своей жизнью, потому что им не на что жить. Их поставили перед гранью надвигающегося голода. Поставили их, причем двояко. Во-первых, им продолжают не выплачивать зарплату, ими заработанную. Во-вторых, их собирается, так сказать, реструктурировать. Как только начинается разговор о реструктуризации, это совершенно понятно. То есть люди хотят ту проблему, которая была, как-то ее затереть, убрать, и кому-то какие-то деньги дать, чтобы он меньше сопротивлялся, не трепыхался, и, короче говоря, чтобы проблема была решена. Эти деньги уже, которые забраны, которые надо отдавать, чтобы эти деньги не отдавать, и чтобы люди остались без работы, без, собственно, своего города, без места, без всего. И эта ситуация чрезвычайно является и по второй причине. Что если бы это было событие только в Луганской народной республике, и только на этой шахте, на самом деле это касается всех почти предприятий, в том числе и в Донецкой народной республике, и в том числе и в России. Только товарищи в России ждут, когда их вот в такое положение доведут, до такой ситуации, когда уже сделать будет очень трудно, и нужно будет жизнью рисковать. Хотя я хотел бы несколько слов сказать о самом порядке и самих основаниях, на которых не нужно выходить на работу тогда, или не нужно продолжать работу тогда, когда вам не платят. Дело в том, что мы находимся в буржуазном обществе. Это свободное общество. Свободное в каком смысле? Ну, что люди свободны от всего. Если им не будут платить, они умрут. Во-вторых, это свободное общество, потому что вы не обязаны работать. У вас нет помещика, нет хозяина, барина. Вы не обязаны работать бесплатно. Между тем, по всей России, так сказать, великой, и по ЛНР, и ДНР людям не платят, и еще предлагают им дополнительно работать за бесплатно. И кроме того, еще пытаются, значит, предпринять такие меры, особенно вот это сейчас выяснилось из беседы с председателем правительства ЛНР, который пришел, говорит, мы вот, так сказать, это тому причислим, это перечислим. Но главное, чтобы провести эту самую реструктуризацию. Какой должен быть порядок? Вот сначала сделаем одно дело, вы платите, пожалуйста, долги, а после уплаты долгов, я думаю, что вопрос о реструктуризации пойдет сам собой. Потому что вся эта реструктуризация затеяна для того, чтобы деньги не платить. Знаете, как бывает? Вот уехал директор, нет его генерального директора, и в стране нет, у нас таких много. У нас такая же ситуация была в прошлом году в Москве. В городе Ногинске. Когда хлебобулочный комбинат, так сказать, оставил людей вообще без всего, без зарплаты, без работы. Ну и кончилось дело тем, что, так сказать, в итоге лишили людей работы, этот комбинат не работает, и это угроза и для всех остальных. То есть, прежде всего, бороться за свои рабочие места, потому что это значит бороться за свою жизнь, за жизнь своей семьи, за жизнь своих детей, и это вообще условия существования в капиталистическом обществе. Но если у вас нет денег, вы, так сказать, ничего не имеете, и никто с вами разговаривает не будет. С безработными никаких разговоров не будет. Вот сначала вам что-то будут выплачивать, а потом о вас забудут вообще. И, так сказать, мы видим, сколько бомжей умирает, когда зимой наступает холод. Вот поэтому, и это вопрос не связанный только с ситуацией на шахте в Луганской народной республике, не Конорнова. Это вопрос, который вот товарищи там решают, а другие товарищи все куда-то откладывают. И вот они откладывают, а тем самым они и предают своих товарищей, которые вышли на передний край. Я думаю, что немедленно нужно, когда люди, ваши товарищи выступают, надо не радоваться, что у нас 1 мая, день солидарности трудящихся, а надо проявить солидарность. То есть надо поступить так, как поступили шахтеры на шахте, не Конорновая. Не нужно приступать к работе, пока не будет выплачена зарплата за то время, которое было. Хочу обратить ваше внимание. Наверное, вы, люди грамотные, смотрите телевизор, читаете книги. Те-то относятся и к мужьям, и к женам, и к взрослым детям. И знаете, что для того, чтобы получить кредит, надо, так сказать, договориться, заключить договор и получить какой-то процент. И отдать известный процент. Скажем, ипотека означает, что это одна квартира по цене трех. То есть, когда вам дают что-нибудь в кредит, вас требуют огромные деньги. А деньги, которые многократно могут превышать, столько, сколько дают. Пока вы, так сказать, будете отдавать этот самый ипотечный кредит, вы отдадите столько, сколько стоит ваша квартира, еще такая ваша квартира, еще третья такая ваша квартира. То есть, вас, так сказать, отправляют в рабство. А если вам задержали зарплату, это что означает? Вот если я вам должен был платить за прошлый месяц и задержал, это значит, я эти деньги взял у вас в кредит. Только я взял их нахально в кредит, не спрашивая вашего разрешения и созволения. И я установил нулевой процент. А на самом деле процент не нулевой. Вы же знаете, что у нас действует инфляция во всем мире. Во всем мире капиталисты специально повышают цены для того, чтобы денежная зарплата вроде бы как оставалась прежней, а ее реальное содержание падает, падает и падает. Поэтому на самом деле люди, которые допускают, что задерживает зарплата, они по существу кредитуют по отрицательной ставке своих хозяев. Вот с этих богатых людей, у которых есть деньги на то, чтобы ездить за границу, оттуда привозить нам коронавирус. Этих людей кредитуют по отрицательной ставке. То есть вам, если вы пойдете куда-то в Сбербанк или в какой-нибудь другой банк, потому что у вас нет денег, потому что вам не выплачивают зарплату, вам сразу установят процент. А что касается тех кредитов, которые выдаёте, а все рабочие всех стран, которые допускают, чтобы им не платили зарплату, все эти рабочие кредитуют своих капиталистов. Значит, или, короче говоря, реализовывается такой принцип. Бедные должны помогать богатым, а иначе не будет ни богатых, ни бедных. Пока вы помогаете богатым, вас также будут каждый раз надувать и оставлять с носом. Но дело не в том, что только надувать. Дело в том, что ситуация все время обостряется, ухудшается положение. Здоровье разве не зависит от того, как вы питаетесь? Не зависит от того, с чем вы, так сказать, вооруженные для того, чтобы, в том числе и в плане медицинском и так далее. От этого зависит здоровье и зависит и жизнь. И, как вы понимаете, тот же самый коронавирус, коронавирус хватает не сильного, а слабого. Или, по крайней мере, вероятность заболеть для человека ослабевшего, конечно, выше. Если человек не доедает, если человек не имеет необходимых средств для поддержания нормальной человеческой жизни, что он является легким объектом добычи и для вот такого рода инфекций. Поэтому наступил такой момент в истории развития нашей страны, я имею в виду, и ближайших наших стран, с которыми у нас по существу союзные отношения. И республик, которым всячески Россия помогает, когда эту проблему нужно решить. И эту проблему решить могут только сами рабочие. Ну вот, у нас заключается договор при капитализме. Я на вас работаю, вы мне платите. Договор свободный. Я на вас буду работать, если вы будете платить. И вы мне не будете платить. Что я должен делать? Не работать. Ну как вот? Простая очень картинка. Работаю, вы платите. Вы не платите, я не работаю. Что это означает? Договор. Поэтому во всех буржуазных государствах, во всех, существует соответствующий... Если вы возьмете, скажем, российский трудовой кодекс, вот он у меня в руках, 142-я статья. Дорится о том, что если с вами не рассчитались по зарплате, задержали зарплату более чем на 15 дней. Более чем на 15 дней. Ну потому что должны выдавать зарплату два раза в месяц. Вы вправе уведомить о приостановке работы. Должны находиться на рабочем месте. А можете и не находиться на рабочем месте. Хотя вот товарищи шахтеры вам показывают, что на рабочем месте надо находиться. Если не будете находиться на рабочем месте, вы не сможете добиться этого. Можете находиться на рабочем месте, не приступать к работе. Можете читать соответствующие юридические документы. Можете обсуждать с товарищами вопрос о том, куда еще и с чем обратиться и так далее. Но только тогда, когда вам будет письменно сообщено, письменно, что вот завтра вам выплатят зарплату. И вы с завтрашнего дня, с того дня, когда вам выплатят зарплату задержанную, то есть неуплаченную, с этого дня вы можете продолжать работать. Нарушителями законов оказываются сейчас не только капиталисты, но и сами рабочие. Вы сами нарушаете тот закон, который сделан. Который сделан, за который боролись поколения рабочих. Причем боролись в то время у нас в стране, когда у нас по полтора года не выплачивали зарплату. Не помните, в 90-х годах при Ельцине? И если бы не вот те выступления рабочих были, когда рабочие выходили и останавливали Транссибирскую магистраль, потому что нечего было есть и невозможно было решить эту проблему. Или, как помните, председатель профсоюза в Ленинградской области, когда узнала, что предприятия будут ликвидированы, тоже там своего рода реструльскую организацию, она вывела своих членов профсоюза на трассу, перекрыла эту трассу. И после этого приехал Владимир Владимирович Путин и проблему решил. И дал свою авторучку тому капиталисту, который должен был платить зарплату, и который должен был обеспечивать нормальную работу. И все подписали. Поэтому, если вы хотите, чтобы приехал к вам руководитель, что нужно сделать? Остановить работу. Вот товарищи из Никанорновой, они стучали, стучали, писали, писали, говорили. Но стоило им остаться у забоя, и приехал председатель правительства. Но куда он должен приезжать? Он приезжает к тем, кто требует. А к тем, кто не требует ничего, ему ничего не надо. Видимо, ему хорошо, когда ему не платят. Он к ним не приезжает. Я думаю, что сейчас момент особый, поскольку товарищи выступили, нуждаются в особой поддержке. Самая главная поддержка, которая может быть, это все товарищи, все рабочие. На всех предприятиях в России, на всех предприятиях в Луганске и в Донецке. В Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике должны приостановить работу до выплаты заработной платы. Желаю вам успеха в борьбе. Это борьба законная, юридически грамотная и справедливая. Победе вам в этой борьбе. Желаю. Субтитры создавал DimaTorzok